отъехали мы не так далеко и по дороге сашка увидела ну опять церковь конечно больше предпочитаем особняки и усадьбы но опять церковь называется казанская мы решили к ней повернуть там нету огромные внутри виден алтарь непонятно есть ли вход конечно ступеньки есть я вот крадусь тут потихонечку наверх лестница тут нормальная здесь вот дырка часовня что-то наверху там промахает то есть это колокольня честно сказать конечно же страшновато наступать несмотря на то что вроде как все стоит кто его знает что там да поэтому я так по крайней мере на стену а там птицы какие-то летают пароходы тропинки казанская церковь огромная везде землица трава растет жуткий ветер я даже а это накрестить те цепи ветром болтает саша саша нет сашка внизу осталось не смотря на то что здесь вроде как земля саша честно говоря стрёмно здесь идти очень непонятно что там под этой темой дерево уже растет какая-то дырка если честно пойду обратно сейчас просто попробуем зайти внутрь саша саша наверху жутко дует такие вот стрёмные ступенечки в целом они есть так что если аккуратненько то вполне нужно пройтись почему-то куска стены нету а в целом нормально и вот уже первый этаж ну что там а что там крыша колокольня колокол есть? нет конечно опасно ну я не знаю как бы наверняка да но там везде земля и так как она в принципе целая? да ступеньки нормальные могла подняться ты поднялся мне потом на него поднялся да здесь замок висит здесь решетки стоят она законсервирована вся а ты вокруг прошла? нет не видно что все такой сильный ветер я прям даже не знаю замки свежие свежий замок чтобы никто не лазил ну вот здесь есть дырка сейчас теоретически наверное там уже собака она на меня лаяла когда я на крыше был в целом в целом все запечатано вот такой огромный церковь стоит трещина пошла по стене и здесь видимо какой-то лик как будто был ну прям огромный прям огромный ну проходок проходок нету кроме той единственной дырки ну вот там была отогнута решетка предлагает не лезть но мы не полезем но мы не полезем потому что так через окошки видно что видно что там ну как бы ничего нету пусто на стенах тоже ничего нету никаких ликов ничего нету достаточно пусто ну то есть или как это они начинали уже реставрировать или нет ой блин тут вот кирпичи валяется на обушку звезда нет еще в общем подальше отойти от стены да вот мы прошли вокруг вокруг все запечатано можно подняться только на крышу можно только посмотреть только здесь вот остались фрески а здесь ничего ну и как всегда немножко мусора стоят стоят стулья там какие-то парта а нет вот в центре купола видно что там какие-то фрески еще есть но не пролезть то есть есть единственная дырка но я в нее не полезу чисто теоретически я может быть в нее и не пролезу поэтому мы наконец-то опять едем дальше да ура ну я я попробую сейчас сверху посмотреть но ветер сильный да и и и и и и и и и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сервис А мы добрались до Саратова И скоро здесь будет обновленная набережная А пока что здесь все перекопано Но так как мы ехали целый-целый день И никак ничего не ели Мы очень хотим жрать Мы долго-долго Вот салат Мы пришли И здесь ужасно играет музыка Я боюсь, что диктофончик все запишет Мы сидим на набережной Волге Река Волга Мы в Саратове Смотрите, какой мост сзади Мы наконец-то сейчас поедим И что самое странное и удивительное для нас Стало открытием, что в Саратове время на час больше Да, это странно То есть здесь еще другой часовой пояс? А что? А в Волгограде такой же А в Волгограде, как и в Москве Кто что знает об этом, напишите нам Может быть они как-то зимнее время не перевезли? А еще у нас остается один вопрос, чтобы не получилось как вчера В этом самом Где мы были? В Тамбове Чтобы мы успели взрослые напекли В полиадистике Пока нам приятного аппетита Солнце заходит Нам наконец-то принесли еду И она называется Что-то там СССР Что-то там СССР Бэк и ЮССР Навалено Что-то на теленка Ненавистного лука Много лука А это Картофельный Хашбраун А, это Аля Бифстроганов Мелко нарезанный Понятно И здесь дискотека уже играет Людей правда не очень много Но Это горячая называется Но дядечка сказал, что здесь Бывают опасные и бывают стрелки Поэтому Пока мне темно Если что мы будем Риту вызывать Позовем Риту на помощь Она всех раскидается Направо-налево Эх ты Но Наверное на этой радостной ноте Мы еще номер покажем Мы не прощаемся Потому что покажем наш Замечательный номер Который Сашка так долго искала И номер вообще Оказался очень прикольный С венецианской штукатуркой На стене И он находится На первом этаже Жилого дома Такой мини-отель И мы надеемся Что там будет тихо Потому что выходит во двор Что не должно Быть шумно Сашка не читала в комментариях Что там то из бани Кто-то орет То Оттуда С улицы Это с улицы А здесь вроде как Во дворе И вот там даже Парковочное место у нас было И очень приветливая Женщина От ресепшн Мы поели Да Поели и попили Поели и попили И выяснили Что в Саратове До 10 часов Можно ходить По взрослым магазинам Но пока так и не выяснили Почему Здесь время Если видно Башню Сейчас время 20 минут 10 Да Хотя по Москве 20 минут 9 И в Волгограде Тоже 20 минут 9 А в Саратове Почему-то так У них другой Часовой поезд Да Ремонт на набережной Люди гуляют На самой набережной Конечно никаких Закусочных нету Вот только здесь Вот Мы зашли В заведение Под названием Как оно называется Хмельная номер один Хмельная номер один А Сашка сказала Что всего три Заведения Которые вот так вот С видом на набережную Потому что Именно на набережную Да Потому что Там Есть через дорогу Много Всяких Заведений Но Как бы не видно Самой реки Поэтому мы сейчас Немножко пройдемся И покажем вам Наш Номер Здесь вот Туристическое агентство Волга Наследие Тур Отель Волна Саратовское бюро Экскурсии Путешествий Славик И тебе привет Камера говорит Что Ей нравится Что она даже Посетила Еще и Саратов По дороге Волгоград Она Она тебе Будет писать письма И рассказывать О своих воспоминаниях Да Скажешь О, я так хорошо Съездил Пила пива, ела шашлыки Шашлыки, да Я думал Что такая история Давно уже Не актуальна А оказывается Десятки Оттюнингованные Всяким Музыкальным барахлом До сих пор Актуальны Вот они Прубают На всю И едут Это конечно же Наши горячие Кавказские парки Мы решили Пройтись С набережной И растрясти То, что съели За сегодня Потому что Мы сегодня Один раз поели Просто это же Мы уже Миллион калорий Набрали И вот Проходим Смотрим Что стоит И я вам ничего не скажу Потому что Нигде ничего не написано Просто Кто-то Здесь вот клев Да А здесь вот клев И опять же Славик Она говорит Слушай, мне так нравится Нормальный этот На памятник смотрю Людей Опять же Немного Как и в Тамбове Как и в Рязани В Тамбове Вообще Прям никого Здесь Самая движуха Конечно На набережной Кто-то Заходит Здесь еще Крафтовая пива Заходит Здесь популярно Пиво В пабы Ну и Люди бегают И гуляют По набережной По сравнению С Тамбовом Здесь вообще Движение есть Машины ездят В Тамбове Только на центральной Улице И тусовка Вся около Макдональдса Да Но Нам Девочка из Тамбова Конечно Расскажет Где нам надо было Ходить Чтобы видеть людей И где купить Наборского волка Да Смотри Ирландский парк Да У ирландского парка Танцует Прям без музыки Музыка В душе Или в душе В целом Конечно Город Невысокий Тамбов-то Еще ниже Вот чудесная Помоечка Центральная Никогда не думала Что окажусь в Саратове Да Как и в Тамбове Судя по всему Ты в Тамбове Окажешься два раза Потому что нам Еще туда возвращаться Нам идти От набережной До Отельчика Час Но я думаю Мы до конца Не будем идти Мы прогуляемся Мы в принципе Можем пройтись Потому что Мы целый день Сегодня Сидели в машине Но все равно Утомительно Как бы там не было Наверное Шесть часов Я опять рулил Сегодня Со всеми остановками Мы же еще заезжали Направо Налево Половина пути Была очень убитая Дорога Пока вес уже нормально Здесь есть магазин Для Фикс прайса Назованием Рубль бум Как Бубль Бубль гум Прямо Бубль гум Лучший друг Индейца Мы добрались До нашего номера Сейчас мы быстренько Его покажем Но только тихо И очень тихо Потому что рядом бабушки спят Номер Прикольный Здесь вот И кантей есть Зеркало Телевизор конечно Небольшой Прямо скажем Как В том самом городе Здесь венецианская штукатурка Зачем ты раскрасили краской Какие люди Зачем Зачем он включился А кто Он сам включается Сегодня у нас Совместная кровать Здесь вот Проделана такая арка Цветочки стоят И балкон Здесь вот даже столик есть Под всякие дела Холодильник Ну достаточно Уютный Номер для Мини гостиницы Вон какие-то подушки Ой даже игрушки Одеяло 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 Что-то мне показалось Что там на улице На улице Не открывается Не открывается Ладно Все Номер клевый Все светится Хорошенький санузел Зачем Зеркало Есть Раковина Правда Мизерная Но ничего Аккуратненько Все На этом Наш Второй день Заканчивается Мы Потихонечку Будем Уколоваться Потому что Завтра Нам нужно Посмотреть Какие-то Палки Как они Называются Сталбы Сталбы И сегодня У нас Случилась Интересная История Наш Маленький Йорк Стал Шестерить Большому Алабаю Воровать Еду И сигареты И относить Пахану На лежанку Так что Вот такая история Да Аккуратненько Аккуратненько То есть Дедовщина Она везде Даже в собачьем Даже в собачьем А Джей Делает Продолжает Делать вид Что она Ее не замечает Она важна Да Все Всем пока До завтра И завтра Надеюсь Мы доберемся Уже до Волгограда Да Да Всем пока Всем пока Пока